Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня мы говорим о том, как устроиться на работу. О всевозможных психологических аспектах этого вопроса поговорим с Викторией Бердниковой, психологом и профессиональным HR. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Надежда. Вот смотрите, сейчас всё чаще и чаще возникают такие вопросы, что устроиться на работу – это тоже своего рода такой профессионализм. Кто-то говорит, ой, да мне это не составит труда, потому что я владею навыками определенными. Вот первый, самый важный вопрос – человек готов сменить работу. Причины могут быть разные. Что сделать ему для того, чтобы успешно пройти собеседование, правильно написать резюме, ну и, конечно же, получить профессию, или не профессию, а рабочее место своей мечты. Начнем, наверное, с резюме. Ну, наверное, да. Но сначала вот о том, что навыки. Навыки самопрезентации можно, в общем-то, отрабатывать всегда. Даже не только тогда, когда вы ищете работу, но вообще, в принципе, в общении. И вот это важно на самом деле. Если говорить о резюме, тут тоже нужно подходить серьезно. Но не переусердствовать. Бывают случаи, когда люди, конечно же, очень много внимания уделяют описанию своего опыта, и выходит резюме на 8 страниц. И был такой случай, когда мужчина отказался, например, его сокращать. Он сказал, это выстраданное там, ну, вот мое резюме. Это моя жизнь. Да, это вся моя жизнь. Я делал это три дня, сидел. И когда мы попросили подсократить для того, чтобы руководителю было удобнее читать, он даже на это не пошел. В итоге, на самом деле, не каждый руководитель может найти время, чтобы прочитать эти 8 страниц. Конечно. Резюме должно быть на одну, на две страницы. Только самое важное, и понятно, что опыт большой. У человека там 35 лет, то есть за 15 лет работы могло и 80 страниц написать, да, можно было. Но все же нужно изучить требования этой конкретной организации, куда ты, например... Пытаешься устроиться. Хочешь, да, устроиться. Изучить конкретные требования к этой вакансии, которая открыта, например. То есть если, например, написано, что чтобы владел там, да, такой-то программой, еще что-то, то хочется видеть сразу же, когда берешь резюме, что вот этот человек действительно соответствует нашим критериям. Да-да-да, что он действительно соответствует этой вакансии. А когда там расписано помимо этого еще много-много всего, то, ну, немножко такое ощущение уже теряется. Вот. Очень плохое впечатление производят, когда есть грамматические ошибки. Ну, вот, люди иногда до мелочей, ну, как бы, не доходят руки. Проверить ошибки, там, смайлики пишут. То есть это все же официальный документ. Вот. Не обязательно туда публиковать фотографию. То есть фотография не обязательно, желательно. Но если нет хорошей фотографии, качественной, то лучше вообще без нее. Потому что бывают случаи, когда, например, резюме на главного бухгалтера, девушка в летнем платье, ну, таком полуоткрытом, на какой-то вечеринке, и это еще вырезано из общей фотографии, у нее лежит чья-то рука на плече. То есть, ну, это выглядит очень как бы... Смешно. Странно, да, смешно. Ну, вот, диссонанс возникает. Поэтому вот даже мелочам нужно уделять внимание. Хорошо. Еще вот, наверное, что немаловажно, ну, по крайней мере, когда я сталкивалась с тем, что отбирали людей, там, да, на вакансии, там, приглашали, да, когда, например, так, опять-таки, да, там, например, заместитель директора вакансии, да, а там указан электронный адрес, например, какая-нибудь белочка. Да-да-да. Собачка. Ну, кажется, вот нарочно не придумаешь. На самом деле, да, такие вещи случаются, ну, очень часто. Да, и директор спрашивал, ну, и что, берем эту белочку или не берем? Да, а белочка пришла, а ей там 50 лет уже, да, все белочка, да. Сразу же такие ассоциации, что, ну, может, человек действительно прыгает с одного места на другое место, да. Да, несерьезность, это показывает несерьезность отношений. То есть, если вы хотите устроиться на работу, то нужно завести подобающий, да, почтовый ящик с хорошим таким названием. У вас должна быть хорошего качества фотография, в принципе, почему бы и нет, да? Обязательно. Причем даже не на самом резюме, но и фотография, например, прикрепленная к ящику на почтовом, да, на Mail.ru, потому что там бывают разные фотографии, вот, и странно выглядит, когда тоже такая... Аватарочка странная, да? Игривая аватарка, да, или что-то такое на ящике, с которого отправлено резюме. Вот совсем недавно столкнулась я в компании с тем, что, когда люди отбирают на вакансию, там, да, например, соискатель, да, они даже просят указывать странички, адреса социальных страничек, потому что они говорят, ну, мы хотим, прежде чем человека взять в компанию, в команду, да, мы хотим посмотреть вообще, чем человек живет. Да, иногда просят, иногда не просят, но все же ищут этого человека в соцсетях и смотрят, на что он подписан, на какие группы, какие у него новости выложены и так далее. То есть если ваша соцсеть не выделяет вас как профессионала, да, либо вы печатаете там постоянно, там, наконец-то, пятница, ура, наконец-то, да, ну, какие-то такие вещи, то лучше это все убрать, по крайней мере, пока вы ищете работу. На тот период, пока вы ищете работу, да, потому что работодатели сейчас люди умные, они действительно пытаются исследовать, да, узнать о человеке, которого нанимают на работу. Да, да, конечно. Хорошо. Итак, резюме. Что там должно быть в основном указано? Указан возраст, указано грамотно фамилия, имя, отчество. И дальше, что там должно быть? Ну, обязательно опыт, естественно. Образование. Образование, опыт. Ещё на HeadHunter, ну, да, знаете, этот сервис, многие там публикуют свои резюме. Есть такой раздел, как портфолио. Я вот в своей работе часто сталкиваюсь, что девушки, ну, в основном, выкладывают туда свои фотографии, много-много разных фотографий. Но портфолио как специалиста. То есть если, конечно, вы как фотомодель, то это, да, это ваше портфолио фотографий с разных ракурсов. То это приемлемо, да? Да, да. Но если вы юрист и выкладываете туда фотографии там в платье разные, да? В купальнике. Это странно. То есть туда нужно выкладывать, если вы юрист, ваши дипломы, там, какие-то дипломы об участии в каких-то конференциях профессиональных. То есть всё то, что подчёркивает ваш профессионализм, но никак не фотографии. Вот почему-то это путают. Особенно, да, молодые девушки, которым хочется всё же себя показать. Да, я не только хорошая специалист, но ещё и красивая, красавица, умница и спортсменка. Да, да, да. Как вариант. Почему бы и нет. Хорошо. Что ещё? Значит, образование, опыт, да? Образование, опыт. Я очень выгодно смотрится, выигрышно, когда человек действительно участвует в каких-то профессиональных мероприятиях, конференциях, там, каких-то, ну, разной, да? Есть форматы, форумы какие-то, ну, вот. Вот. То есть мы сразу же видим, да, что человек постоянно развивается, растёт, да, не стоит на месте, и, скорее всего, если бы был лентяй, да, то он бы пропустил всё это мимо. Да, и виден вектор его развития, что он не просто, там, допустим, работает за деньги, чисто за деньги, либо, ну, то есть в каком векторе он развивается, это сразу. Понятно, да? Хорошо, Виктория, а вот, например, я знаю, что в резюме есть такое, какую заработную плату вы хотели бы или, там, ожидаете, да? Вот как вот здесь не прогадать, как правильно порекомендуйте нам? Что там должно быть написано? Ну, к этому вопросу, конечно, не стоит относиться с каким-то юмором, то есть некоторые пишут, чем больше, тем лучше, да, или ещё что-то. Здесь нужно понимать, что всё-таки у работодателя... Всё измеряется деньгами. Да, есть конкретная цифра, которую он готов, ну, либо коридор какой-то от до. Вот. И часто работодатель это, в общем-то, обозначает вакансии. Вот. Если же это не обозначено, ну, адекватная, средняя по рынку заработная плата... Должна быть указана, да? Да, да, конечно. Да, просто бывали в жизни, да, истории, например, когда пишут много-много-много нолей, и сразу же говорят, ну, не этот специалист, который нам не по карману, да. Как будто бы изначально человек специально это указал, чтобы его не взяли на это рабочее место. Ну, да, бывает такое. Итак, резюме у вас готово. У вас там всё красиво написано, всё без ошибок, великолепная фотография. Вы действительно являетесь специалистом высшего пилотажа, и вас хотят прямо с руками многие-многие компании нашего города. Что нужно сделать дальше? Какой будет следующий шаг? Ну, резюме – это, как правило, пропуск на собеседование, да, и, скорее всего, ну, часто бывает, что это не одно собеседование, а... Ряд. Да, ряд. Одно или, ну, два или три, да, то есть первое собеседование, как правило, это с очаром, потом с руководителем, и, возможно, там ещё и с группой товарищей, да, если это какая-то ответственная должность. Да, да. Вот, поэтому нужно заранее выяснить, с кем собеседование вам предстоит. То есть это сделать несложно, да, задав там несколько вопросов. На собеседовании что? Ну, естественно, не опаздывать. Это вообще категорически. Лучше прийти заранее, подождать, но опаздывать не стоит. Пунктуальность – это то, что... Ценят. Да, ценят. Вот, естественно, внешний вид. Какой он должен быть? Деловой. Деловой внешний вид. Ну, то есть, если вы рассчитываете на какую-то такую, ну, как сказать, руководитель, менеджер, там, ещё что-то, да, то, естественно, деловой соответствующий, в общем, этой вакансии на то, что вы претендуете. Так же было бы неплохо заранее, например, узнать, есть ли какой-то дресс-код, да, в этой компании, да, например, я знаю ряд компаний, где не разрешается лак на ногтях красного цвета, да, где не разрешается вообще ходить девушкам без такой части одежды, как колготки, да, даже летом. То есть вот такие моменты, они... Было бы неплохо, чтобы вы заранее узнали. Да, да, да. Компании вообще нужно узнать всё, вот по максимуму. Есть у организации сайты, есть люди просто, которым можно задать вопросы. Тот же HR, который приглашает вас на собеседование, вот это всё уточнить. Вот, это покажет вас только с хорошей стороны. Вот. Как человеку любознательного, желающего работать в этой компании, да? Да, да, да. И действительно, это практичные вопросы, как лучше понравиться. Вот. Хорошо. Вот чаще всего на собеседование приходит человек, и какие вопросы HR задаёт? Что интересует вас чаще всего? Конечно, нужно готовиться к каким-то определённым вопросам. Типичные вопросы, пожалуйста, опишите ваши главные достижения. Ну вот, на последнем или предпоследнем месте работы. И вот здесь вы можете вспомнить все восемь своих страниц, которые вы, да? Да, да, да. Ну, лучше вспоминать, конечно же, то, что будет относиться к возможной вот этой будущей работе, а не описывать всё вплоть до... Как я делала в стенгазету, и потом получила за это приз. Ну да, либо, ну вот как с одним тоже мужчиной, что он участвовал в торгах, да, в каких-то... Торговал на бирже, а берут его на должность, не связанную совсем с этим. Вот. Такие мелочи, ну, в смысле, то, что не относится к вопросу, лучше опускать. Говорить по существу. Делать акцент именно на тех достижениях, которые важны для будущего работодателя. Вот. Спрашивают, какие у вас цели вообще на жизнь. Здесь важно тоже не переусердствовать, рассказывая о том, какого цвета и какой марки вы машину хотите заработать и так далее. Ограничиться какими-то, ну, такими общими направлениями. Но не банальными. Не банальными, да, возможно. Чтобы запомниться. Но лучше говорить о целях именно в карьере. Карьерных, каких-то профессиональных целях. Вот. Часто задают проективные вопросы, да, так называемые. Ну, например, как вы думаете, что мотивирует людей работать хорошо? И человек, ну, неподготовленный, да, вот сейчас мы с вами откроем секрет, он начинает рассказывать про других людей. Но при этом психолог-то понимает, что он проектирует, проецирует себя, проецирует себя, говоря о других. И тем самым рассказывает о себе. Вот. Используете ли вы когда-нибудь на собеседованиях метафорические карты? На метафорических, до метафорических карт еще пока не дошло. У нас есть психологические тесты цветовые, вот. Где хотя бы уровень тревожности, да, можно посмотреть, да, человек? Ну, там смотрятся отношения к разным сферам. Это соломин, тест соломин. Вот. И действительно, как зеркало может отразить, по крайней мере, текущую ситуацию человека. Насколько он тревожен, насколько его беспокоят те или иные вопросы. Семьи, здоровья, ответственности. Ну, как бы там, руководство, отношения руководителей и так далее. Вот. Конечно, это вопрос, мы понимаем, что это ситуативно может быть. Человек, например, потерял работу, он сейчас в стрессе. Мы не, как бы, не делаем это... В заглавии, да? Да, в заглавии. То есть мы оцениваем все, в общем-то, возможности. И все сферы, да. Жизнь человека. Да, да. Хорошо. Итак, собеседование. А вот говорят, что сейчас у нас любимый вопрос у HR-ов и у руководителей. А кем вы себя представляете через пять лет? Да. Да. Какие, интересно, ответы чаще всего звучат? Ну, вообще, начну с того, что это нужно даже не для собеседования, а вообще нужно понимать. Действительно, для того, чтобы вот этот был вектор у человека, нужно понимать для себя, кем ты будешь через пять, через десять лет. И, ну, это на самом деле важно. Можно ли во время собеседования показать, что у тебя хорошее чувство юмора? Или это лучше воздержаться от этого? Ну, это должен быть очень-очень деликатный такой юмор. Без сарказма. Потому что ты не знаешь, может быть, твой работодатель совсем не оценит, да, твой юмор? Очень мягкий, без сарказма, без высмеивания, например, предыдущей, да, работы, коллег и так далее вообще. Это табу. Ага, отлично, мы услышали. То есть о прошлой работе лучше не отзываться никак, да? Или если отзываешься, то отзываешься с благодарностью. Да, отзываешься с благодарностью и оцениваешь объективно то, что ты предпринимал, какие у тебя были результаты, какие были достижения. Часто бывает так, что, например, работодатель или HR просит, ставьте, пожалуйста, номер телефончика человека, который мог бы, например, дать рекомендации по вам с прошлой работы. Как HR, вы часто используете эту методику? Ну, не часто, не каждый раз, но время от времени, да, бывают такие ситуации, когда есть необходимость переговорить с руководителем на прошлой работе. И тогда, в принципе, мы с вами узнаем информацию об этом человеке, да, и используем её при принятии решений. Или это бывает крайне редко? Это бывает не каждый раз. Бывает, ну, например, в процентах 30 случаев. Ну, это в моей практике. Не знаю, как у других. Кто-то сплошь, да, сплошьную проверку производит. Обзванивает. Ну, это не всегда, ну, тоже, как бы, эту информацию нужно воспринимать через определённый фильтр. Да, потому что мы не знаем, как человек ушёл, да, с какой историей всё это связано. И на чьей стороне правда, да? Да. Такое тоже бывает. Вот вы в самом начале, Виктория, сказали про навыки презентации, да? Самопрезентации. Самопрезентации. Дело в том, что всегда собеседование – это же такая стрессовая ситуация, да, для человека. А как быть человеку, который, например, в одну организацию пришёл, собеседование не прошёл, в другую организацию? Что вот здесь порекомендуете как психолог, как опытный HR? То есть человек, которого постоянно, вот на протяжении какого-то определённого времени уже преследует вот это состояние неуспеха, да, что-то меня тут на этой работе не взяли, на этой работе не взяли. И вообще, если я сейчас лягу на диван, я больше ничего не буду делать, всё равно же меня не берут никуда. Ну, конечно, нужно проанализировать, какие причины для этого есть какие-то причины. Может человек это самостоятельно сделать здорово, если он не может прибегнуть к посторонней помощи. Звонок другу, да, либо тот же самый поход к психологу. Опускать руки не нужно. Нужно относиться, может быть, пересмотреть отношения, да, каждый раз идти как на приключение, да, на какое-то собеседование. То есть... Не с чувством выходить уже, не с чувством, что, ну, опять меня не взяли, да, с чувством, что... И не готовиться к тому, что если не возьмут, то всё, это последняя, да, там моя возможность. А каждый раз идти, ну, познакомиться с людьми, посмотреть, вообще открыть для себя новую страничку. Новую компанию, да. Потом каждый раз я всегда говорю, что любое собеседование, да, любая встреча, какая бы она ни была, какой бы там был результат, это опыт, который у тебя потом уже никто не отнимет. Конечно, конечно. Можно попросить ту же обратную связь с ТЧАРа. То есть если нам задают вопросы, мы откровенно говорим, по каким причинам. Были ли эти причины объективными, либо как, ну, как принималось решение. Вот. И таким образом можно, да, сгладить вот этот свой негатив от того, что вам отказали. А вот смотрите, если, например, на собеседование человек приходит и говорит, вместо того, чтобы вы ему задаёте вопросы, он начинает вам активно задавать вопросы, да, то есть а что это за вакансия, да, чего вы ждёте от человека, который будет там работать, там, да. Как вот такие ситуации воспринимаются? Ну, на самом деле это очень хорошо, когда у человека есть вопросы. А вот хорошо бы, ну, точнее, отлично, когда это вопросы по существу, действительно, что вы ждёте, да, от человека, если они описаны уже в, да, предварительно. Это странно. Вот. Но когда вопросы по существу, это приветствуется. И к тому же сразу же понимаешь, да, что человек занимает активную жизненную позицию. Да, да, с каким настроем человек идёт, то есть либо... Хорошо. Итак, устроиться на работу, как вы считаете, сейчас это сложно? Вы исследуете уже тоже, да, рынок, рабочий рынок? Или же, если есть желание, то ты всегда можешь быть при работе? Если есть желание, я считаю, можно найти работу. В любом случае опускать руки нельзя, если даже что-то не получается... С первого раза, да? Да, значит, вот это такой путь. Есть у нас прекрасные курсы при центре занятости, да, которые как раз психологически отрабатывают вот эти вопросы. Вот. И человеку вот прям, которому сложно, да, можно обратиться туда. Вот. Ну, ещё, если вы, например, долгое время без работы, бывают такие ситуации, да, то тогда тоже понимаете, что это всего лишь временное явление, да, конечно, это кризисное состояние, да, мы об этом с точки зрения психологии так и проговариваем, что человек, который безработный, да, он сейчас в кризисе. Но это не вечно, да, из этого нужно искать выход, и есть специалисты, которые могут в этом помочь. Да, выход всегда есть. Нужно понимать, что возможности на самом деле намного больше, чем мы себе можем представить. Да, да, сесть и подумать, где ещё мои навыки могут пригодиться. Не только в том, в чём я себе представляю, а какие сферы ещё открываются, да, для меня. На самом деле, действительно, возможности можно найти. Сейчас, особенно в Кирове, да, есть некоторый отток специалистов, вот, и поэтому вакансии появляются. И даже для людей, там, среднего возраста и старше можно найти работу. Вот смотрите, сейчас с теми разговорами, которые ведутся, да, что в связи с увеличением пенсионного возраста у нас скоро работать будет, всю жизнь придётся, да. Ну, это, в принципе, кого-то это не устраивает, сильно возмущает, кому-то это даже нравится, все люди разные. Как вы думаете, поколению, которое вот именно, ну, старшее поколение, можно так сказать, им будет сложно адаптироваться, им будет сложно с процессами конкуренции? И каким образом находить в себе силы из раза в раз, да, оставаться на коне и искать, вот, как говорят, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше? Ну, конечно... Какие качества нам пригодятся, да, что нам нужно взращивать в себе, вот уже, мы же тоже скоро с вами будем в этом возрасте? Нужно прежде всего действительно, ну, всю жизнь учиться. Сейчас время такое динамичное, появляются новые возможности, да, там, ну, тот же интернет-маркетинг. Когда-то мы вообще не представляли, что, да, это наступит, да, в нашей жизни. А сейчас он уже, ну, это уже реальность. И учиться нужно всегда. Вот. Для людей старшего возраста есть свои возможности. Кто-то себя находит в сетевом бизнесе, да, который не требует, ну, не имеет требований к возрасту, да, к такому. А вот, где-то, ну, то есть возможности всё равно есть. Главное понимать всё же, что действительно у некоторых работодателей есть требования к возрасту. Из-за того, что есть физическая нагрузка, есть нагрузка... В общем, какие-то физиологические особенности, да? Да, физиологические особенности работы, которые действительно связаны с возрастом. Это никак не должно ущемлять, да, наше достоинство. Что, если, например, я не пригодилась, там, да, не подошла к той или иной профессии, потому что мне уже 55 лет, да? Да, да. Вот. Искать своё. Искать своё место под солнцем. Да, хорошая фраза. Искать своё место под солнцем. И ещё помнить о том, что было бы неплохо, чтобы работа доставляла огромное удовольствие, да? Да, это очень важно. Мне кажется, это идеальный вариант, когда ты идёшь на работу как на праздник. Так, вот, наверное, на этой ноте мы сегодня с вами и завершим. Есть ли ещё какие-то такие практические рекомендации? Может быть, я что-то не дала вам возможность вот рассказать, да? Всё-таки у вас такой огромный опыт, как вы принимаете людей на работу. Может быть, что-то из практики? Так же, как в собеседовании, так же, как потом, при прохождении испытательного срока. И вообще, ну, в принципе, наверное, по жизни. Не нужно бояться ошибиться. Лучше сделать и потом изучить свои ошибки, тоже как исследователь подойти к этому вопросу. Даже если ошибся, да, признать свою ошибку. Да, Яна Косяч, скажем так. Да, у меня не получилось. Да, не бояться ошибиться. Отлично. Ну и, конечно же, всем мы вам желаем, чтобы у вас была работа мечты. Вот о чём мечтаете? Вот пусть всё так и сложится. Спасибо большое, Виктория, вам за рекомендации, которые вы сегодня дали в программе «Практическая психология с нами». Была практикующая психолог и АИЧАР Виктория Бердникова. А мы говорили о том, как устроиться на работу своей мечты. Раскрывали все психологические аспекты. Желаем вам здоровья, счастья и любви. Редактор субтитров А.Семкин